ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот что Уилл делал на той стороне. Люблю, знаете ли, так почитать комикс в свете красных огней. Расслабляет. Приветствую, меня зовут Сокол, и это сериальный влог. Кто-то ждал, кто-то нет, но это он. Прошу любить и жаловать. Это именно влог, не обзор. Тут я высказываю свои мысли без особой подготовки, поэтому иногда туплю, иногда ошибаюсь. Вы уж простите заранее. Уже скоро, совсем скоро, премьера третьего сезона. Кажется, будто сериал «Очень странные дела» буквально породил расцвет гик-культуры сегодня. Вам так не кажется? Ну, по крайней мере, мне так кажется. Однако это не так. Просто сериал попал в струю, вышел тогда, когда надо, стал одной из составляющих внезапной любви к популярной культуре. 80-е нынче в почете. Огромное количество оригинальных фильмов, игр и прочих явлений обогатило поп-культурой именно в 80-х. Как это ни странно. Сейчас-то одни сиквелы, продолжения, ребуты, перезапуски... Кажется, я говорю английское слово, потом его перевод. Ну, да не суть. Так вот, о чем я? Поскольку нынешнее время ничем, кроме кинокомиксов, нас толком не балуют, и даже сам Стивен Спилберг паразитирует на ностальгии к собственным произведениям, фильмам, то почему бы не любить 80-е? Как эпоху рассвета, оригинальных идей и смелых экспериментов. Вот и сериал «Очень странные дела», буквально пропитан этой любовью к этим самым 80-м. Взяв атмосферу из разных экранизаций романов Стивена Кинга, частично вдохновившись, опять же, кинговским «Оно» и спилберговскими фильмами, спилберговским умением рассказывать истории, набив шоу огромным количеством различных отсылок, создатели сериала «Братья Дафферы» при поддержке Netflix выкатили одно из самых интересных шоу последних лет, которое хоть и основано косвенно на куче всего, но все же полностью оригинальное. Перед тем, как начать делиться с вами впечатлениями от третьего сезона «Странных дел», я хочу поделиться своим отношением к предыдущим двум сезонам. Раньше просто я вроде не делился этим с вами, так что почему бы сейчас это не сделать. Я влюблен в этот сериал. Тут без сюрпризов. Влюблен прежде всего в его атмосферу, ведь это шоу практически любит все то же, что люблю я. Почему же я должен не любить этот сериал? Ко всему прочему, тут отличная интрига, интересные, хорошо прописанные персонажи, мальчишки просто... Серьезно. Их прекрасное взаимодействие между собой, такая неплохая химия между героями, а также чудесные актерские работы, в принципе. И здесь интересная концепция, мне кажется. Сам сюжет здесь прекрасен. Или я уже говорил про это? А ведь очень странные дела – это прежде всего ужастик. Я, в принципе, не люблю ужастики, чего тут скрывать. Постоянные зрители моих каналов могут об этом знать и могут это заметить. Во всяком случае, я никогда не скрывал этого факта. Однако, я люблю их в том случае, когда они сделаны хорошо. Когда они умеют удивлять. А это шоу, сериал «Очень странные дела» сделаны хорошо и местами действительно удивляет. Действие сериала разворачивается в 80-х годах прошлого столетия, как вы уже поняли. В тихом, таком американском, захолустом городке. Обстановка в этом городке достаточно быстро портится после исчезновения подростка по имени Уилл. Как раз вот этот комикс и рассказывает про то, что же делал Уилл все это время, пока его искали. Но это не реклама комикса, иначе бы была ссылка в описании, а ее нет. Вскоре, повторюсь, ситуация ухудшается. Начинают происходить пугающие и необъяснимые вещи. В общем, пошло-поехало. Девчонка с телепатическими способностями, исчезновение людей, тайные исследования с клишированными учеными паранормального всякого, мир наизнанку и демогоргон, конечно. Своё расследование о происходящем ведут Шериф Хупер, Дэвид Харбор, недавно, кстати, отметился в Хеллбое, мать Уилла, Вайнона Райдер, да, очень мощная актриса, и три загадочных друга. Так вот, именно эта троица, эти мальчишки, а также одна небезызвестная девчонка с номером вместо имени, лучшее, что есть в сериале. По крайней мере, за тем, как они вляпываются в неприятности следить, интересно, и как они из них выкручиваются. Очень странные дела, это фактически сборник сцен, взятых из различных культовых, фантастических и хоррор фильмов. Тут есть отсылки и к близким контактам третьей степени, и к полтергейсту Спилберга, и к его же инопланетянину, и к нечто, и к куче кинговских экранизаций. Особенно выделяется «Сияние», «Оно». Да. Этим всем сериал набит. Начиная от визуальных референсов, когда поездка детей, например, на велосипеде в точности повторяет аналогичную сцену из «Анопланетянина», или когда внешность героини Вайнон и Райдер с топором напоминает, ну прям очень сильно напоминает героя Джека Николсона из «Сияние», и до полноценных сюжетных цитат, там дело доходит даже. А во втором сезоне ко всему этому еще и прибавились «Охотники за привидениями», я помню, как интернет взорвался радостью от первой слитой фотографии. Появились отсылки к аркадным играм. В общем, это, пожалуй, первому игроку приготовиться на минималках. Хотя, может, даже и покруче. Блин, тут все отсылки не перечислить. Тут и «Дэнджин энд Дрэгонс» вспоминается, тут и «Властелин колец», тут и «Звездные войны». В третьем сезоне уже, судя по рекламе, наблюдаются отсылочки к молодежным фильмам тех лет. Ну, это ли не прелесть, с одной стороны, да? С другой стороны, конечно, ничего нового, но сериал умудрился все это так смешать в одну такую кучу, которая кажется достаточно свежей. Куча кажется свежей. Мастер аллегорий. И все это сопровождается той самой музыкой, словно кто-то включил «Хэллоуинд Карпентера», да? Вот эта синтезаторная музыка, которая прям сочится из фильмов 80-х годов и 70-х, начало, конца 70-х. Короче, это прям идеальное шоу для любого увлеченного гика, фаната поп-культуры. Но атмосфера – это одно, это полдела. Сериал не выстрелил бы, не будь тут классной историей с крутыми персонажами. Понимаете, это будто бы такое детское приключение, такой спилберговский фильм с кошмарами, в котором ставки по-настоящему высоки, в котором участвуют дети, но зрелище при этом далеко не детское. Кровь, насилие, пошлые шуточки прилагаются. Да, тут полно штампов, но они здесь работают просто чудесно, на мой взгляд. Ведь, по сути, ты понимаешь, что весь сериал – это один большой такой трибют фантастическим и хоррор-фильмам из 80-х. Этим штампом тут самое место, кажется. Они вписаны органично, не отвлекают, а порой даже радуют. Тут и странная девочка, опять же, со сверхспособностями, как в куче фильмов из 80-х. Тут и загадочные ученые со своими загадочными экспериментами. Тут и гости из иного мира. И я, как зритель, при этом переживал за каждого героя. Мне было плевать на то, что где-то я что-то такое видел. Меня, наоборот, это даже забавляло. За отношения Нэнси и Джонатана, и Стива я переживал. За пацанов переживал. За одиннадцатую тем более. И мне чертовски нравился этот концепт мира наизнанку. А какой тут харизматичный монстр. По мне, так демо-горгон встает в один ряд с чужим и хищником. Серьезно. Второй сезон также не ударяет грязь лицом. К пацанам присоединился пропавший в прошлом сезоне Уилл. Опять же. Отсюда. Но с пареньком явно не все в порядке. Да. Поживи, сколько, с недельку в мире наизнанку. И, по-моему, с любым человеком было бы что-то не все в порядке. В общем, сюжет не проседает, а даже наоборот. Появляются новые персонажи, возвращаются старые. А интрига продолжает закручиваться. Сезон дает понять, что некая сила наизнанке, которую пацаны окрестили свежевателем разума. Так вот, эта сила почувствовала близость нашего мира. Почувствовала, что тут она может питаться. Я не знаю, зачем ей в наш мир, но наверняка питаться. Она хочет через Уилла проникнуть в наш мир, собственно. И вновь наши герои встают на защиту этого мира, рискуя погибнуть. И вновь ставки высоки. И если центральной темой прошлого сезона была дружба, то в этот раз сериал размышляет о силе любви. Как это помогает в борьбе с монстрами? Ну, спойлерить я не буду, однако помогает. На удивление. Вот такой, в принципе, небольшой отзыв перед премьерой третьего сезона. Повторюсь, я очень люблю этот сериал. Это одно из лучших творений Netflix. И только ради этого я сейчас купил подписку на Netflix. Потому что хочу отдать дань уважения создателям шоу. Хотя бы маленькой копеечкой. Ну, не только поэтому, а еще из-за сериала «Черное зеркало». Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. Если оно вам понравилось, вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на основной канал. Тут там маленькое затишье, поскольку я слегка так расслабился и отдыхал. Но на основном канале я сейчас планирую запускать все основные рубрики. И Топот, и Плакбастер, и Синемэджик. Сейчас очень классный Синемэджик, кстати, делаю про интерактивное кино. Да, впервые на моем основном киноканале будет информация об играх. Так что рекомендую подписаться тоже. Ну, как информация? Это не совсем будет обзор игры. Это просто размышления на тему интерактивного кино, как жанра, который очень сильно укоренился именно, что в компьютерных играх, а точнее приставочных играх, я не знаю всех терминологий. Так вот, если вам это будет интересно, обязательно, обязательно ждите ролики. Июль я планирую разнообразить всеми моими большими основными рубриками. Так что не пропустите очень скоро отзыв о Человеке-пауке. Спойлер. Мне он понравился. Кстати, важный вопрос. Как делать ролики? Сразу обо всем сезоне? Либо же посерийно, как я делал про Игру Престолов? Просто Netflix как бы вываливает весь сезон сразу же? Вот, это важный вопрос. Поэтому отпишитесь в комментариях. Ну все, пока. С вами был Сокол. И очень скоро я буду высказывать свое мнение по поводу третьего сезона «Странных дел». Ну все, теперь уж точно пока. Субтитры сделал DimaTorzok